Привет, сегодня я расскажу, как апануть Лу на 25 ранг в Brawl Stars. Давайте перейдем к видео. Первый режим, лучший режим для Лу, я считаю, это горячая зона. В ней он достаточно неплох и очень сильно подбешивает. По мне он отличнейший выбор для 25 ранга в этом режиме. Одним из лучших карт это будет наверное Огненные Кольца, параллельная игра тоже неплохая карта, но по мне самый лучший он играет именно на Огненных Кольцах, по моему мнению. Но в принципе во многих картах он неплох. Также неплохим будет режимом для него это Дуршиден, но опять же нужно понимать, что чтобы апать 25 ранги на достаточно таких трудных персонажах, вам в любом случае нужны тиммейты, потому что с рандомами ты никогда далеко не уйдешь. И в принципе почти везде нужны тиммейты, так что все режимы ищите тиммейта, потому что ну очень трудно будет играть с рандомами, потому что я его сам апал в Дуршиде с рандомами. И честно говоря это было не очень круто, учитывая, что я даже по-моему гаджета и пассивки не было на него. Но в 25 все-таки я с рандомами в Дуршиде смог апнуть, и это было наверное сколько, ну месяцев 5 назад, когда он был неметой, такой как сейчас, пришел баф не жестко, но все-таки. Также он неплох в Брауболе на достаточно открытых картах, еще для него неплох новый режим Ботобойни, но опять же возможно когда вы смотрите это видео этого режима уже нету. И гемграб. В принципе в гемграбе будет самое главное трудно играть, потому что ну там иногда очень много трар всяких, сэнди, которые его достаточно сильно могут напрягать, если еще они очень хорошо будут вас мансить. Так что, ну да, проблемы могут быть. Дальше я говорю о гаджетах, пассивках и еще про снаряжение тоже чуть скажу. По гаджетам вообще лучше использовать первый гаджет, но в принципе если вы любитель, можете использовать и второй гаджет, он тоже достаточно неплох. И на, не знаю, как сказать, на желание, если у вас есть, можете взять вторую пассивку на лу, если она у вас конечно есть, потому что первая пассивка после бафа лу стала бесполезной, зато вторая очень имбовая. Она очень сильно напоминает первую пассивку на ворона, ну и в принципе она ну очень спасать может, особенно в шеде, так что обязательно ее юзайте. По гирсам поговорю не очень много, просто посоветую вам юзать, наверное, урон, либо щит, либо скорость. Потому что хп одну у лу не совсем танк, хп ему не особо пригождаются, а смотрение в кустах, я думаю, никто у лу не будет апать на катах там, где куча кустов, потому что, ну это, это неправильно, как по мне, потому что он там не особо-то и подходит, поэтому я думаю, эта гирса у нее очень-то и нужна. Как-то так. Чтобы за него очень хорошо играть, нужно в основном играть на открытых картах, ну это логично, и также использовать достаточно грамотную ульту, чтобы комплить мотисов Эдгара в стул, которых достаточно много, ну и для того же Леона. Также, чтобы использовать его все навыки, нужно поучиться и потренировать его aim. Чтобы тренировать aim, можно просто играть один на один, желательно, конечно, с сильными, чем ты, человечками, либо играть с равными с тобой. Ну, я имею ввиду по кубкам, может по рангам где-то, ну, вот как-то так. Ну, обязательно не играйте с слабыми челами, потому что против них будет намного проще играть, они, возможно, даже не апали 20 ранг на Луи, ну и зачем с такими играть, они даже, наверное, не знают стандарты зовут, так что да. Ладно, надеюсь, вам помог этот ролик, так как это видео вообще не посыл на эту, ну ладно. Всем, конечно же, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Я когда-нибудь посру, о-о-о-о, и когда-нибудь про...